Музыка Начинаем десятую лекцию по книгам Ездра и Неемия. Сегодня мы продолжим с книги Неемия, седьмой главы, пятого стиха. В стихах с пятого по семьдесят третий написаны имена вернувшихся с Зарававелем. Прочтем четвертый стих. Но город был пространен и велик, а народа в нем было немного, и домы не были построены. Иерусалим был большим и пространным, но людей в нем было мало. В третьем стихе написано, что ворота должны быть открыты, когда начинает греть солнце. Они закрывались, когда привратники все еще стояли на дежурстве. Люди охраняли свои дома и прилегающую к ним территорию. Город был большим и просторным. В нем находилось много областей, нуждающихся в охране. Пятый стих. И положил мне Бог мой на сердце собрать знатнейших и начальствующих, и народ, чтобы сделать перепись. И нашел я родословную перепись тех, которые сначала пришли, и в ней написано. Во время того, как Неемия был обеспокоен этой проблемой, Бог тронул его сердце. Он собрал знать, чиновников и простых людей. Наместник Иудеи нашел родословную перепись тех, кто вернулся с Зарававелем. Это являлось руководством Святого Духа. Неемия следовал его указаниям. И Господь позволил ему найти запись о первом переселении. Оно было в 536 году до нашей эры. Это было первое возвращение из плена за 70 лет, с того времени, как израильтян пленили и отправили в Вавилон. Неемия вернулся при третьем переселении. Он пришел в Иерусалим через 92 года после Зарававеля. Третье переселение произошло около 100 лет спустя. Все те, кто вернулся с Зарававелем, умерли. В связи с этим, неемия не знал вернувшихся. Тем не менее, он обнаружил перепись возвратившихся и узнал о некогда плененных людях. Сколько человек тогда вернулось? Где они жили? В Иерусалиме? Может быть, они жили где-то в другом месте? Может быть, они находились в Иерусалиме, а затем ушли куда-то еще? Почему люди так поступили? Неемия ознакомился со всем этим. Он смог сравнить прошлые 92 года с настоящим временем, в котором жил сам. Наместник сравнивал и исследовал семьи, колено и расположение поселений. Неемия проверил все эти вещи, изучил их и был в состоянии внести усовершенствование. Он не делал это по своей воле. Область и начальник смог проделать эту работу через молитву и вдохновение Святого Духа. Он находит ценные записи благодаря Божьей благодати. То же самое происходит сегодня и с нами. Господь позволяет верующим обнаруживать важные записи. Прочтем книгу Неемия, 2 глава, 12 стих. Стал я ночью с немногими людьми, бывшими при мне, и никому не сказал, что Бог мой положил мне на сердце сделать для Иерусалима. Животного же не было со мной никакого, кроме того, на котором я ехал. Неемия всегда руководствовался вдохновением Господа. Важно, чтобы мы всегда склонялись перед водительством Духа Святого. Царский Виночерпий, повинуясь руководству Святого Духа, первым пришел в Иерусалим. Неемия, осматривая город в первый раз, не поступал по своему желанию. Он осмотрел город, повинуясь Святому Духу. Это было положено ему на сердце. Он нашел ценную родословную перепись благодаря Святому Духу. Она была очень важна. Бог всегда работает таким образом. Всевышний позволяет найти ее и помогает Неемии понять события 92-летней давности. Если мы тщательно просматриваем и подсчитываем количество людей, находясь под водительством Святого Духа, то Бог разными путями посылает нам помощь и изливает на нас свою благодать. Когда Зарававель вернулся и построил храм, наступила нехватка товаров. В то время много людей выступало против друг друга. Их материальное положение было тяжелым. Враги задавали вопрос. Кто позволил вам строить храм? Израильтяне отвечали. Царь Кир дал нам разрешение. Через это дьявол производил свою работу. Из-за вражеского вмешательства строительство святилища было остановлено на 15 лет. Через это люди поняли, как отвечать на вопрос недоброжелателей. Кто позволил вам строить храм? В книге Ездра, 5 главе, 11 стихе, народ ответил. Что Бог неба и земли разрешил возвести им в святилище. Тогда Господь начал работать в пользу израильтян. И в цитадели Акбатан в Мидии был найден список. Книга Ездра, 6 глава, 2 стих. Если мы подчинимся руководству Святого Духа, то Бог приготовит для нас нечто благое. Бог открыл, не имея, документ 92-х летней давности. Всевышний приготовил для нас множество вещей. Мы должны верить в это. Господь даст нам благосклонность в разных обстоятельствах. Он направляет наши шаги на добрые пути. Господь позволяет израильтянам найти документ, благоприятный для них. Люди отвечают, что Господь неба и земли разрешает строительство храма. Если мы движемся вперед и уповаем на Всевышнего, то Он позволит нам открыть благие вещи. В пятом стихе, после того, как не имея, подчинился водительству Святого Духа и захотел узнать родословную народа, Бог открыл ему ценный документ о первом переселении, произошедшем 92 года назад. Чем мы должны быть движимы, прежде чем что-либо предпринять? Склоняясь перед руководством Божьего Духа, мы добьемся успеха. Не поступайте так, как хочется вам. Наше сердце должно быть изменено в сердце Господа. Необходимо отложить свои собственные мысли. Наши мысли слишком узки. Мы эгоистичны. Склоняемся только в одну сторону. И думаем лишь о себе. Чтобы мыслить, как Господь, необходимо отказаться от всех этих неправильных вещей и изменяться. Тогда мы сможем стать ближе к нему. В книге Деяния, в 8 главе, 26 стихе, сказано А Филиппу ангел Господень сказал «Встань и иди на полдень, на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста». Ангел Божий сказал Филиппу выйти из Иерусалима в Газу. Эта дорога была пустынной. Кого встретил Филипп, повиновавшись Святому Духу? Он встретил Евнуха, Евхиоплянина, вельможу Кандаки и хранителя всех сокровищ царицы Ефиопской. Что читал Евнух? Он изучал Библию. Филипп наставил его в истине и крестил в воде. Таким образом, Ефиоплянин принял Божье Слово. После того, как Филипп подчинился руководству Святого Духа, он встретил человека, с которым поделился Евангелием. Не имея, обнаружил 92-летний документ. Этот свиток был важен. Он представлял собой Божью работу. Родословная перепись в сегодняшнем отрывке идентична списку в книге Ездра, второй главе, с первого по седьмой стихи. Сколько лет Бог позволил им записывать ее? В Библии запечатлено 92 года. Господь сделал так, что они оставили одну и ту же запись дважды. Надпись, пребывающая вечно. Отчеты наших конечных действий. Наша вера будет учтена. А приношения Господу не пропадут даром. Дорога, которой мы шли, никуда не денется. Все фиксируется и никогда не исчезнет. Наши непослушания и проступки тоже будут учтены. Скупость будет записана. Также будет записана вера каждого человека. все, что мы делаем, будет зафиксировано, как будто сфотографировано. Все, чем мы занимаемся в данный момент, будет записано. Нужно всегда использовать свою совесть со страхом и трепетом. Очень важно продолжать стоять в истине при любой ситуации, в которой бы мы не оказались. В стихах шестом и седьмом приведены имена лидеров. Прочтем эти стихи. От жителей страны, которые отправились из пленников, переселенных на Вуходоносором, царем Вавилонским, и возвратились в Иерусалим и Иудею, каждый в свой город. Те, которые пошли с Зарававелем, Иисусом, Неймиейю, Азариейю, Раамиейю, Нахманием, Мордахеем, Билпаном, Мисферефом, Бигваем, Нехумом, Вааною, число людей народа Израилева. Было двенадцать лидеров. Но в книге Ездра во второй главе втором стихе перечислено одиннадцать человек. Здесь был добавлен Нахмани. Он не был включён в записи первого переселения. Через сколько лет была добавлена эта запись? Через девяносто два года. Если мы живём по вере, то Бог даже после исключения позволит нашим именам быть записанными спустя девяносто два года. Сколько лидеров насчитывалось в переписи? Двенадцать. Господь помнит всё. Даже если люди не признают нас, но Всевышний всё помнит. Через шестой и седьмой стих можно увидеть, как важно для нас стать лидерами. Не нужно быть посредственными. Мы не должны стоять на месте. Также не стоит убегать. Необходимо быть руководителями. Мы должны убедиться в том, что через нас прославляется Бог. Пятнадцать строк удалено. В стихах с восьмого по двадцать четвёртый написаны имена семейств. Их семнадцать. Чья семья была записана первой? Стих восьмой. Сыновей Пороша две тысячи сто семьдесят два. Сыновья Пороша зарегистрированы первые. Их переселилось две тысячи сто семьдесят два человека. Большое количество людей из этого семейства вернулось из изгнания. Какое из возвратившихся семейств было самое многочисленное? Семнадцатый стих. Сыновей Асгада две тысячи триста двадцать два. Потомки Асгада имели наибольшее число людей вернувшихся из изгнания. Две тысячи триста двадцать два человека. Самое малочисленное семейство написано в двадцать первом стихе. Двадцать первый стих. Сыновей Атера из дома Езекии девяносто восемь. человек наименьшее количество людей вернувшихся из ссылки были потомки Атера и Езекии. Девяносто восемь человек. Всех вернувшихся из плена внесли в список. Итак, наша вера будет учтена и сохранена. Библия прибудет вечно на этой земле. Общее число семнадцати семей было шестнадцать тысяч семьсот двадцать два человека. Тем не менее, количество у Неймии и Ездры отличается. Возможно, отличалась их точка зрения. В мире не существует первоисточника. У нас есть лишь копия. Бог избавляется от оригинального документа, потому что Он мог стать идоложертвенной вещью для людей. копия являлась переписанным дубликатом с первоисточника. Скорее всего, в ней были ошибки. Если даже и существовала разница между оригиналом и копией, то она, возможно, заключалась в числе добавленных людей, вернувшихся позже. Таким образом, цифры не являются чем-то существенным. Вся Библия была написана по вдохновению Святого Духа. Второе послание к Тимофею, 3 глава, 16 стих. Стихи с 25 по 38. Здесь описаны списки регионов. Всего 21 регион. Какая область имела самое большое число людей, вернувшихся из плена? стих стих 38. Уроженцев Синаи 3930. Уроженцев Синаи было больше всего. по по возвращению из изгнания их насчитывалось 3930 человек. Какая область являлась самой малочисленной? 28 стих жителей Беф Азмовефа 42. Меньше всего жителей приходилось на Беф Азмовеф. Всего 42 человека. Ничего не было добавлено в Библию или вычтено из нее. Общее число вернувшихся людей из 21 региона равнялось 8684. Книга Исаии 43 глава 5 и 6 стих. Не бойся ибо я с тобой. От востока приведу племя твое и от запада соберу тебя. Северу скажу отдай. и югу не удерживай. Веди сыновей моих издалека и дочерей моих от концов земли. Все драгоценные для Господа люди будут приходить отовсюду. Потомки вернувшиеся из плена еще более драгоценны. в стихах с 39 по 45 показан список священников и левитов. Сколько священников вернулось? написано 4289 человек. 39 стих священников сыновей и едайи из дома Иисусова 973 Общее число священников в стихах с 39 по 42 составляет 4289. Общее число священников в стихах с 39 по 42 составляет 4289. Из плена их вернулось довольно много. сколько возвратилось левитов? Об этом написано в стихах с 43 по 45 В 43 стихе сказано о 74 левитах. Их переселилось мало. Они не жили по вере и не увеличивались числом. В книге Второзакония 6 главе с 1 по 3 стихи говорится, что исполняющие Божьи заповеди и постановления будут размножаться и наслаждаться долгой жизнью. Семьи, хранящие свою веру, увидят рост. Если мы будем бояться Господа и повиноваться Его заповедям, то насладимся долгой жизнью и получим благословение. В 44 стихе мы видим вернувшихся из плена певцов. Их было 148 человек. В 45 стихе возвратилось 138 привратников из 6 различных регионов. стихи стихи с 46 по 56 это список храмовых служащих. Их сыновей насчитывалось 32 семьи. потомки граммовых служащих выполняли наиболее скромную работу в храме. Эти люди носили воду в святилище. Они кололи дрова и помогали левитам. Ни одна другая группа людей не была так многочисленна, как потомки храмовых служащих. Бог позволил увеличиться числом своим верным слугам. В стихах с 57 по 60 написан список потомков слуг Соломона. 57 стих Сыновья рабов Соломоновых, сыновья Сатая, Сыновья Сефирефа, сыновья Фериды. Соломон был сыном Давида. Он жил примерно в 950 году до нашей эры. Бог позволяет преуспеть послушным потомкам. Господь дал храмовым служителям процветание. У Всевышнего не существует унизительной работы. Все божьи дела являются ценными и прекрасными. Стихи Стихи по 65 это список людей с неопределенной родословной. Во-первых, были те, которые не могли доказать, что они из Израиля. 61 стих И вот вышедшие из тел Милаха, тел Харши, Херуф Аддона и Иммера, но они не могли показать о поколении своем и о племени своем. От Израиля ли они? Людей с неопределенной родословной было 642 человека. Мы должны знать, откуда мы. Неправильно идти то вперед, то назад. Необходимо говорить «да» правильным вещам и «нет» плохим. В 63 стихе показаны священники с сомнительной генеалогией. В списке не было имен тех, кто отнесся к своему священству несерьезно и тех, кого исключили из этого служения. им также больше не позволялось входить в освятилище. Нам всегда необходимо быть уверенными в своей родословной. «Стихи» пять строк удалено. Стихи с 66 по 73 рассказывают об общей численности народа и дарах, принесенных из Вавилона. «Сколько в итоге вернулось людей?» 66 стих «Все общество вместе состояло из 42 360 человек». Вернувшихся из плена было 42 360 человек. Сколько насчитывалось слуг? Стих 67 «Кроме рабов их и рабынь их, которых было 7 337 и при них певцов и певиц 245. Слуг было 7337 и 245 певцов. Вернулось около 50 тысяч человек. Рассмотрим количество животных. стихи 68 и 69 «Коней у них было 736, лошаков у них 245, верблюдов 435, ослов 6720. Иудеи забрали с собой 736 лошадей, 245 лошаков, 435 верблюдов и 6720 ослов. В общей сложности их было 8 тысяч 136 голов. Бог сподвигнул людей также записать число вернувшихся животных. Возвращение является важным решением. В стихах с 70 по 72 перечислены дары, принесенные Господу. Стих 70 Некоторые главы поколений дали вклады на производство работ. Тершафа дал в сокровищницу золотом тысячу драхм, 50 чаш, 530 священнических одежд. Были записаны приношения, данные Богу. Одна драхма составляла 8,4 грамма. Некоторые главы семей сделали вклад в производство работ. Наместник дал тысячу драхм золота, 50 чаш и 530 священнических одежд. Некоторые главы поколений дали 20 тысяч драхм золота и 2200 мин серебра. прочие пожертву пожертвуя 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 20 тысяч драхм золота, 20 тысяч мин серебра и 67 одежд для священников. люди люди принесли золото, серебро, чаши и священнические одежды. Они хранили свою веру на небесах. это то, как мы можем стать богатыми на небе. В 73 стихе люди селятся в собственных городах. Стих 73 И стали жить священники и левиты и привратники и певцы и народ и нефинеи и весь Израиль в городах своих. Священники, левиты, привратники, певцы, народ, нефинеи и остальная часть израильтян поселились в своих городах. Было важно, чтобы они стали жить в собственных городах. Мы должны селиться в местах, построенных богом, независимо от окружающей среды. Есть места, в которых должны находиться храмовые служители, певцы и привратники. Это места, выстраиваемые Всевышним. для того, чтобы получить Божью работу, нужно оставаться в них. «Будьте довольными» и благодарными. Будьте «Божья» мы должны познать, что место, избранное для нас Господом, является самым восхитительным. Тогда Бог будет защищать и благословлять нас. На этом мы закончим десятую лекцию по книгам Ездра и Неемия. Спасибо.